Девушки отдыхают Расскажи немножко о себе. Работаю я уже в ВКонтакте третий год, в жизни восьмой. Сменил до ВКонтакта пять или шесть мест работы, в основном стартапы. Ну а потом как-то удачно сложилось, что меня позвали работать в ВК. У нас в Блиц обычно есть вопрос, стартап или крупная компания. Ты прошел по стартапам, пришел в крупную компанию. Расскажи, где лучше, где интереснее, почему такой выбор? Вообще, если бы я вдруг решил все бросить и куда-то пойти, то я бы все равно пошел в стартап. В принципе, когда я пришел в ВК, он тоже был стартапом. Сейчас мы, конечно, подросли здорово и уже не похожи на стартап совсем. Вот. Но в любом случае стартап. У нас многие зрители спрашивают, а сколько сейчас разработчиков во ВКонтакте? Точную цифру не скажу, но много. Сильно больше, чем было два года назад. Ну, раз в четыре. Ну, хотя бы порядок. Порядок? Ну, десятков. Может быть, десятков шесть-семь. Шестьдесят семьдесят человек? Да. Кажется, что это немного для такого большого ресурса. А почему немного? Ну, давай поделим это просто на различные группы. Есть группы бэкэнда, фронтэнда, есть группы машинной аналитики и каких-то отдельных частей. Наверняка есть люди, которые делают отдельно ленту, есть люди, которые делают какие-то сообщества, делают мессенджеры. И если это все поделить, кажется, что в каждом подразделении остается по два-три человека. Ну, это недалеко от истины. У нас есть большие отделы, где работает по десять человек. Это вот как раз отдел ленты или отдел датамайнинга. Рекламный отдел тоже довольно большой. Но, в принципе, над конкретными частями системы работает малое количество людей. Два человека, один человек может. Некоторые люди есть переходящие, они одной ногой в одном разделе, другой в другой. То есть они полчеловека на раздел. В таких условиях, мне кажется, очень сложно обмениваться информацией. Точнее, получается, что ты единственный человек, который отвечает за какой-то участок. И ты должен владеть всеми связанными технологиями, всеми связанными идеями в совершенстве. Да. То есть уровень программистов тут очень высокий. Да. Тут важно понимать разницу между уровнем программиста и качеством человека, работника. Вконтакте хорошие программисты, и отбор довольно жесткий, и требования довольно высокие предъявляются. Но это еще не все. Второе качество, которое требуется от людей, это ответственность. И вот это высокий уровень ответственности у работника, он позволяет брать на себя функции, которые обычно берут на себя менеджеры. Поскольку в процессе участвует всего лишь один человек, то не возникает конфликта дезинформации какого-то, не возникает непонимания, и не нужно постоянно доносить друг до друга какие-то данные. Потому что все это в левой или правой части мозга. А можно писать вообще структуру относительно, не знаю, она матричная или иерархическая? Довольно хаотичная, я бы так ее назвал. Естественно, есть некий руководитель. Он руководит руководителями подразделений. Руководители подразделений внутри подразделений сами определяют структуру. Насколько сложно попасть на работу во ВКонтакте? Я могу сказать, как я устроился. Да, был бы интересен. Я работал на предыдущем месте работы, и мне очень хотелось туда уйти. И тут мне в личку написал один из разработчиков ВК. И сказал, здравствуйте, я разработчик ВК, мы увидели ваше резюме там-то, там-то. Не хотите ли вы пройти тестовое задание? Ну, конечно, хочу. Вот мне дали тестовое задание. Оно с первого взгляда показалось несложным, но в нем было масса подводных камней. То есть можно было сделать такую задачу любому разработчику, даже тому, кто год делает, или тому, кто 10. Но если сделать неаккуратно, то решение не имело смысла. И я это понимал, потому что я когда-то даже сам писал для других тестовые задания. Я принимал людей на работу. И, естественно, у меня не было желания допустить ошибку и не попасть, потому что другого шанса мне бы точно не дали. И я недели две где-то делал задачу, причем есть люди, которые эту задачу делают за две ночи, допускают кучу ошибок, их не берут. Вот я довольно долго делал, отправил решение. Потом неделю ждал, думал, что мне никто не пишет. Ну, видимо, плохое решение. Вот, решил залезть в код, нашел еще там пару мест, которые можно сделать получше. Сделал и отправил повторно. Вот, и после этого уже пошел на собеседование. Буквально на следующий день. Интересно, и ты в самом начале сказал, что сложно как раз прийти и начать общение, найти человека из ВКонтакте. Тебя нашли самого. Как другим делать? Встать внизу перед офисом Зингера и ловить кого-то выходящее, говорить, возьмите меня, дайте мне тестовое? Нет. Во-первых, всегда остается шанс, что с хорошим резюме, попав, выложив его на HeadHunter или где-то еще, тебя заметят. Потому что наши кадровики, они знают практически весь HeadHunter в лицо. Они очень много просмотрели резюме и всегда следят за теми, кто откуда-то уходит и открывает. Соответственно, это первый путь. Второй путь, довольно хороший, это публиковаться на профильных ресурсах, там на Хабре или выкладывать там свой рабочий процесс на LinkedIn или где-то еще. Третий путь это участвовать в хакатонах, причем не важно даже, будут они ВКшные или какие-то посторонние. Участвовать, занимать места, делать интересные проекты. И четвертый путь это участвовать в конференциях спикером. Мы сейчас в основном ориентируемся на людей вот из последних трех пунктов. Но, видимо, самое важное это уметь программировать на PHP. Нет, у нас не только PHP есть. У нас, во-первых, есть мобильные разработчики, которые, естественно, пишут на своих языках. Есть ребята, которые занимаются данными большими, они пишут тоже на разных языках, на Python, на PHP тоже некоторые. И сишники пишут базу данных. То есть, в принципе, диапазон довольно широкий. Расскажи, чем именно ты занимаешься? Я занимаюсь внутрянкой контакта. То есть, если посмотреть на систему любую информационную, то у нее есть две стороны. Первая сторона, она как бы вот одна, вот стена. С одной стороны есть пользователи, их очень много, они что-то делают. А с другой стороны есть пара человек, которые что-то регулируют на этой стене, чтобы пользователям было интереснее жить. Есть редакционные разделы, есть блок, есть разного рода админки для регулирования доступов куда-то, для включения и выключения точек кода в поддержку и так далее. Есть люди, которые восстанавливают доступ к страницам. И они все это делают со своей стороны, но с другой стороны с этим контентом работают живые люди и работают через специальные интерфейсы. Эти интерфейсы делаю я. Вот так, если в трех словах. Конкретно в моей зоне ответственности лежит поддержка и восстановление доступа. И еще программа тестирования, которую мы недавно начали делать. Теперь ты знаешь обо всех проблемах пользователя? Ну я не теперь, я в принципе не знаю с самого начала. Я знаю, у тебя есть подарок для наших зрителей. Подарок состоит из двух частей. Первая часть это котейка. Вторая часть это короткий ник в ВК от трех до пяти символов, не занятый никем на выбор победителя. Задание следующее. Нужно в комментариях к ролику оставить пример самой интересной или необычной, или странной, или смешной админки, которой ты когда-либо пользовался, а лучше которую ты сам разрабатывал. Чем больше будет написано, тем больше шансов на победу. Чем больше кода или примеры в какие-то скрины? Нет, в скрины нельзя, потому что человека уволить могут. Рассказ. Потому что о том, что в этой админке делали, или о том, как ее разрабатывали. Потому что бывают очень странные интерфейсы. И я уверен, что... Ну у меня у самого было таких интерфейсов довольно много странных. Вот, я уверен, что там еще будут примеры, которые стоят внимания. Ты упомянул про систему тестирования. Расскажи про нее подробнее. Даем сырой продукт. Мы говорим, что он сырой. В нем есть баги. Организуем место, где пользователи, тестировщики могут оставлять баги, баг-репорты. И по прошествии какого-то времени все это перекрывать. Считать количество репортов, считать их качество с точки зрения отдела тестирования. Все это складывать. Ну, естественно, фиксить. Потому что это баги, их нужно исправлять. А потом победителей премировать. За три дня мы запилили первую версию перед началом конкурса. Потом на протяжении недели мы доделывали. То есть, когда мы запустились, у нас не было возможности даже оттачить файлы при подаче репорта. Но там где-то на 10-й час она появилась. Потом на 10-й час, на 12-й час появилась возможность оттачить файлы к комментам. Потом появилось редактирование удаления комментов. Все так вот довольно на коленке. В итоге мероприятие прошло успешно. Там было, конечно, пара организационных моментов неудачных. С тем, что призы долго ехали и с тем, что мы довольно долго считали репорты, потому что их прислали 20 тысяч. Поучаствовало довольно много ребят. Победитель приехал к нам, мы вручили ему приз. И договорились с ним о том, что он будет стажироваться. Он приезжал к нам летом на стажировку. Проходил практику. И сейчас мы в итоге имеем возможность для любого продукта найти выборку пользователей, подходящих для тестирования, предложить им поучаствовать, и они соглашаются. Также мы придумали для них систему поощрения. То есть они делают это не просто так. Первые ребята делали за конкретные призы, тесты. То есть там было за первое место MacBook, за второе место iPhone, за третье часы апплские. Сейчас они получают баллы, за которые могут все это приобретать у нас же. Может быть, ты можешь коротко на белой стене расписать архитектуру этой системы? Да, запросто. Архитектура платформы тестирования. Изначально была очень простой. Состояла буквально из одного блока. Отчеты. Все было хорошо, но мы протестировали мессенджер и поняли, что хотим протестировать еще что-то. И нам нужно уже было больше. В блоков мы добавили еще продукты. Понятно, как они связаны. Еще где-то есть большое-большое-большое облако пользователей. Которых мы пока никак не разделяли. То есть они были просто авторами. Напрямую авторами отчетов. Дальше, когда стало понятно, что продуктов будет больше и нужно организовывать какой-то менеджмент прав, и там не только сотрудники, мы добавили менеджмент прав, который состоит из двух частей. Первая часть – это, грубо говоря, участники. Давайте так поправим немного, чтобы было больше. В участников мы считаем, сколько там отчетов, то есть там всякие каунтеры. Подписываем. Подписываем ли NDA. Какие-то еще мелочи. И добавили лицензии. Лицензия – это право пользователя на добавление отчетов в продукт. То есть она, грубо говоря, состоит из EIT. Ну и там тоже какие-то каунтеры, еще, может быть, какие-то ремарки. Теперь у нас отчеты добавляют только обладатели лицензии на продукт. А вот такой прямой связи у нас уже нет. Имея такую цепочку, мы можем довольно просто регулировать доступы, во-первых. То есть мы можем у человека выставлять, например, что он является менеджером продукта, и тогда он может отчеты не только добавлять, но еще и редактировать или оценивать чужие, отклонять их и делать там работу, которую должен делать менеджер или тестировщик. Что мы планируем еще сделать с архитектурой? Мы хотим добавить еще одну сущность, назовем ее компании. Что делает компания? Компании нужны для упрощения менеджмента. Опять же, мы хотим, чтобы компания, чтобы продукт был не заводился не просто так у конкретного автора и управлялся одним человеком, а чтобы он управлялся компанией. И чтобы менеджмент прав всех внутри одного продукта, кто там может отчеты редактировать, кто может их оценивать, чтобы регулировалось все внутри одной единицы, а не внутри всей системы. Давай еще немножко поговорим о нами во Вконтакте. Представь, что ты собираешься нанять какого-то разработчика. Как ты будешь отсматривать резюме или как попасть прямо вот к тебе? У нас есть раздел Jobs, и там есть, естественно, вакансии. И периодически мы с коллегами разбираем по своим веткам вакансий. Для бэкэнда, для фронтэнда, для баз данных еще для каких-то. Открываю простыню из вакансий. Там всегда довольно много, как минимум 100. И начинаю листать. Первое, на что я обращаю внимание, это на количество текста. Если текста очень мало, то это практически точный вариант. То есть, либо человеку нечего сказать, либо он зажатый. И выбивать из него информацию, тратить на это время бесполезно. Дальше я смотрю на ключевики. То есть, всегда в тексте видны ключевые слова. Для разработчиков они для всех разные. Ну, в принципе, это понятно. Какие-то названия баз данных. Какие-то названия технологий. При этом я не беру в расчет фреймворки. Потому что, во-первых, в ВК они не нужны. У нас свой фреймворк. Во-вторых, когда человек в качестве компетенции указывает фреймворк, это не говорит об его компетенции, на самом деле. Потому что он просто пользователь какой-то технологии. То есть, он ее не развивает, скорее всего. И это не говорит о нем как о конкурентоспособном. Третий пункт, который важен, это разнообразие проектов и то, как человек рассказывает об участии в них. То есть, человек должен всегда гореть работой. Это очень важно. Даже если его работа, на самом деле, важна очень небольшой группе людей, она должна ему нравиться и он должен ее уважать. Очень часто люди в резюме пишут такие вещи. Ну, я там делал какую-то статистику, я там собирал какие-то данные, делал там форму авторизации. Когда они приходят на собеседование, ты их спрашиваешь и говорят, а я фигню делал какую-то. И вот это самое плохое. То есть, с таким человеком практически всегда можно сразу прощаться, потому что он не ценит свою работу сам. Вот. Это третий пункт, на который в резюме обращаешь внимание, а потом при собеседовании. Как человек рассказывает о своей работе. Практически любой работник, который ценит свое время, он всегда знает какие-то самые успешные части своей работы и всегда может похвалиться или даже похвастаться, сказать, когда в резюме пишешь, что в рекомендации говорят? Расскажите о самом большом успехе на этом месте работы. И вот это важно. Допустим, он провел какую-то оптимизацию и снизил затраты на железо в три раза. Это, по-моему, вполне себе успех. Или он переверстал весь сайт и уменьшил количество версток и упростил задачу для дизайнеров и верстальщиков. Это, по-моему, тоже весьма хороший успех. А когда ты просто верстаешь, просто развиваешь магазин или просто делаешь какие-то сайты на поток, это не успех, это рутина. Из твоего общего рассказа я понял, что есть все же два важных аспекта для разработчиков, которые хотят прийти во Вконтакте. Это технологические способности, то есть умение владения каким-то языком или какой-то технологией. И очень важные внутренние качества, такие как проактивность, интерес к тому, что ты делаешь. Как думаешь, какое соотношение? Что важнее? Технологии можно научить уважению к работе. Его можно привить, но если в человеке изначально этого нет, то можно даже не стараться. И вот вторую часть, которую, как ты правильно заметил, наверное, важнее, ее чаще всего многим тяжело описать в резюме. Кто-то действительно недостаточно открыт, кто-то стесняется нахваливать себя и так далее. Может быть, дашь им какие-то советы? Ну, наверное, стараться всегда находить хорошее в том, что ты делаешь. И просто дать себе немножко свободы. Нет ничего страшного в том, чтобы говорить что-то хорошее о том, что ты делаешь. Даже если это работа не в стартапе-миллионнике, а просто какое-то маленькое дело. Потому что это определяющий фактор. Можно изучить все технологии, неважно какой сложности они будут, но научить человека любить то, что он делает, невозможно. Ты рассказываешь о такой особой любви к тому, что ты делаешь. Для многих важна такая сильная обратная связь, когда ты выкатываешь новую фичу и пользуются миллионы пользователей. Ты же делаешь бэк-оферс, которым иногда пользуются 10 человек. И здесь меньше обратной связи, меньше чувства вот этой вот своей значимости. Как ты с этим справляешься? Да, с этим я справляюсь очень просто. Ну, во-первых, у меня нет проблем с любовью к работе. И поэтому я получаю удовольствие от результата, который я созерцаю. Во-вторых, люди, которым я что-то делаю, это мои коллеги, они могут мне спокойно написать. И фидбэка я собираю тоже довольно много. Причем он очень качественный, потому что им не только важно поделиться эмоциями, но и донести какую-то конструктивную критику или похвалу. И третье, когда я переделываю какой-то или доделываю какой-то раздел, как правило, я делаю его структурно лучше, уменьшаю объем кода, уменьшаю кодовую базу или реструктурирую, выношу в либо отдельные функции и так далее. То есть я получаю от этого процесса удовольствия, и это перекрывает потребность в обратной связи. У тебя интересный такой подход к коду как к чему-то, к какому-то процессу, мне кажется, к написанию книги. Есть достаточно распространенная книга по искусству написания текстов, например, пиши, сокращай. А есть что-нибудь такое для программистов? Для программистов есть несколько книг по коду. Точно, что нужно прочитать пораньше – это рефакторинг. Точно, что нужно прочитать пораньше – это совершенный код. Дальше – зависимость от языка. То есть, например, есть хорошая книжка по паттернам проектирования. И авторов там точно не скажу «Банда четырех» называют себя. А дальше – зависимость от специализации. Есть классные книги по базам данных, даже весьма фундаментальные. Есть книги по интерфейсам очень хорошие. Есть по менеджменту. Тут уже смотря что. И раз уж мы проговорили про качество кода, я предлагаю все-таки еще один приз ввести. Это будет книжка рефакторинг Фаулера. Очень хорошая. У нас разработчики практически все читали, я уверен. Экземпляр мы подарим случайному человеку, который зайдет на страничку, которую мы напишем прямо сейчас. Что нам нужно на этой страничке? Верстку я уже чуть-чуть подготовил, но мы ее потом подправим. Будем писать все остальное. Добавим главную либу. Добавим функции для открытия, для вывода в нашей обвязке. контента. Добавим дальше статику. Ну а дальше пошли. Делаем небольшую заготовку. На специфику кода можно обратить внимание. У нас, конечно, не поддерживаются классы объектов в стопроцентном виде. Но, в принципе, иногда мы ими пользуемся. Как тут видно на примере exception. У нас используются такие интересные вещи, как глобальные переменные. Можно даже так вот сделать. Не понадобится. Самое главное забыли. Надо же авторизоваться. Наверное, без глобала пойдем. Сделали обработчик для ссылки без параметров для нашей странички. В rap page. У нас функция для того, чтобы делать вывод страницы. Посмотрим, как оно будет выглядеть. Как видите, пока ничего. Так и должно быть. Сейчас мы наполним чем-нибудь эту страницу. Функции будем писать прямо здесь же. Не будем выносить их в отдельную либу, потому что их слишком мало. И пока что они нам не нужны в этой либе. Поскольку мы авторизовались, то нужно что сделать? Сперва нужно проверить, заходил ли пользователь на эту страницу раньше. Как мы это сделаем? Мы возьмем и зависим всем компьютером разом. Огел. Сделаем какую-нибудь функцию для получения ключа. Назовем ее как-нибудь вот так. Мы не будем пользоваться табличными базами данных. Мы будем пользоваться k-value хранилищами. У нас их два, если смотреть глобально. Две технологии есть memcache, есть persistent memcache. Мы используем persistent memcache, и функция, которая вот так вот называется, она кэширует дополнительно в общем memcache наше обращение. Вот с помощью этой функции мы будем, с помощью этого вызова, мы будем проверять, заходил ли пользователь на эту страницу раньше. Чтобы было понятно, к какому ключу обращаться, мы запишем функцию, которую этот ключ генерирует. NumberX user, например, вот такую. По этому ключу мы будем проверять, заходил ли пользователь. Это не обращайте внимания на специфику... Ну, можете обратить внимание на специфику код стайла. У нас в именах переменных не используется kmlcase, в отличие от имен функций. В именах функции у нас используется сперва название либо, потом подчеркивание, потом действие. Можно даже раз уж это действие сделать все по-человечески. Если у нас номер то null, то есть хранилище ничего не хранится, значит, нужно номер назначить. Для этого как мы поступим? Мы заведем какой-нибудь общий счетчик, который будем инкрементить каждый раз для получения следующего номера. Дальше мы будем проверять, был ли этот номер когда-то задействован. Если был, то будем инкрементить еще раз и еще раз получать значение. Так, хорошо. У нас есть такая веселая функция, которая позволяет не просто вставить значение в PMC, но и увеличить его на единицу, если там значение уже есть. Ей мы и воспользуемся. Так, что там еще может пригодиться? Больше ничего не пригодится. Вот мы номер какой-то выбрали. Дальше мы должны проверить, не был ли такой номер уже назначен. Что мы для этого сделаем? Для этого мы в другом ключе будем хранить ID-шник пользователя с таким номером. Если там что-то есть в этом ключе, то нужно будет повторить процедуру и получить следующий номер. Так, засовываем туда текущего пользователя. Очевидно, что надо все это в do-while завернуть. Так сделаем. Когда мы нашли следующий подходящий номер, мы просто должны... А, мы уже записали. И, соответственно, должны сделать обратную запись в противоположный ключ, где бы у нас хранился номер пользователя. Так, давайте для примера сейчас выведем просто это число без какой-либо красоты. И посмотрим, что у нас получилось. Угу, неплохо. Что-то даже назначилось. И второй раз тоже, что-то уже ничего не назначилось. Собственно, такого результата мы и хотели добиться. Так, стандартную обертку для того, чтобы вводить белый блок добавим. Но как-то не очень информативно и не очень красиво. Поэтому давайте приведем это в порядок. Сделаем какую-нибудь функцию с версткой. Добавим немножко стилей. Можно даже этот padding сюда перенести. Мы используем less в работе. Нам хватает для того, чтобы делать верстку. Выведем какой-нибудь текст. И получаем что-нибудь наподобие... Что-нибудь наподобие ничего. Потому что мы эту функцию не вызвали. Практически то, что нужно. Осталось всего лишь центровать. Может быть, сделать даже шрифт побольше везде. Сделаем этот заголовок двадцаткой. Цифру сделаем 48, например. Вот что-то такое. И у нас небольшой блиц-опрос. Какую операционную систему предпочитаешь? МакОсь. А IDE? IDE WebStorm. PHPStorm. Расскажи какое-нибудь приложение или стартап, который тебя впечатлил в последнее время. Меня впечатлил стартап Y-Clients. Я когда-то работал в нем в 2012 году. И у них все не очень удачно складывалось. Но сейчас они очень выросли. И большие молодцы. Они меня впечатляют и вдохновляют. Как думаешь, что будет трендом в IT через 10 лет? Распределенные хранилища, как сейчас. Возможность анализа данных на ходу. Скорее всего будут приложения для вещей разрабатываться, не только для телефонов. Нейронные сети решающие задачи прикладного уровня. На что тебе не хватает денег? Не хватает на отпуск. Без отпусков работаешь? Да. Но очень редко. Сколько денег хранишь в блокчейне? Ноль. Почему? Я считаю, что это финансовая пирамида. Что твои друзья чаще всего спрашивают тебя по ВКонтакте? Ну, наверное, читаем ли мы чужую переписку. Читаете? Конечно, нет. Почему? У нас нет, во-первых, доступа. А во-вторых, это нарушение закона. Каким супергероем ты хотел быть? Бэтменом. Почему? У него есть деньги. Спасибо, Миша. С нами был Михаил Кошкин, старший разработчик BackOffice во ВКонтакте.